С сегодняшнего дня в новостях ТВК стартует новый проект Натальи Кечиной «Перестройка. 30 лет». В этом году исполняется ровно 30 лет, как генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв объявил о начале глобальных реформ в Советском Союзе. О том, как эти реформы проходили в стране и в Красноярске в частности, архивные кадры, всё это вы увидите в проекте Натальи Кечиной «Перестройка. 30 лет». Сегодня о том, как всё начиналось. 15 мая товарищ Горбачёв прибыл в Ленинград. В аэропорту Пулково его встречали первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, товарищ Зайков, члены бюро обкома партии, секретари Ленинградского горкома КПСС. Пионеры преподнесли Михаилу Сергеевичу Горбачёву святы. Первую поездку на посту генерального секретаря партии Михаил Горбачёв совершил в Ленинград. В городе революции логично впервые было объявить о начале перестройки. На встрече с партактивом Ленинградского горкома партии Михаил Сергеевич неожиданно выступил с резкой критикой, в частности, ленинградской промышленности, и сказал, товарищи, перестраиваться надо всем. Горбачёв пущал в народ, которому сказал, что пьянства у нас теперь больше не будет. Дисциплина и порядок. А вот для этого всего, всё это нужно. Держитесь ближе к народу, мы никогда вас не подведем. Ну куда ж ближе? СМЕХ Вот по пьяницам, если кто из вас на этой беседе нашей увлекался, то я вам говорю, что с 17-го числа вводятся меры, будут опубликованы, крутые меры по борьбе с пьянством. Давайте навалимся всем. Перестройка не была революция, когда в одночасье все проснулись в новой стране. По сути, глобальные изменения в обществе растянулись минимум на 5 лет. Политические перетурбации тоже революцию не напоминали. В Москве начались постепенно кадровые перестановки в верхах, но в Красноярске, как в том Багдаде, было всё спокойно. Я жил тогда в Москве вообще-то с 88-го года, но я сюда приезжал практически каждый месяц, и можно было сравнивать, что происходит здесь в Красноярске, что происходит в Москве. Ну, разница, конечно, колоссальная была. Безусловно, Москва-то она вся бурлила, вся была в митингах практически ежедневных. Ну, а здесь всё-таки было значительно спокойнее. Все политические изменения в Красноярске произошли постфактум, уже после того, как в 89-м году в Москве состоялся первый съезд народных депутатов. Тогда у нас был выбран обновлённый крайсовет, горсовет. В политику пришли учёные, писатели, в общем, интеллигенция, назвавшаяся демократами. Я первый раз зашёл в здание нынешней краевой администрации, там, краевого законодательного собрания, только просто так, как стал депутатом. Я даже не знал, в какую сторону двери открывается. Вот. Поэтому это было естественно, это было логично, и потом у всех было такое подспудное ощущение, что начинается строительство новой страны. А это же для учёного, на самом деле, это же интересно новое, строить новое. При этом тебе кажется, что ты вообще соображаешь, как это, ну, по крайней мере, в черне это должно выглядеть. Дать работу – это не только наладить снабжение и решить технические проблемы. Перестройка требует внимания каждому человеку. Мы сейчас работаем под лозунгом «Ускорение». Я боюсь, что такими кадрами, какими мы сейчас обладаем, той базой, ускорение может и не получиться, а будет просто-напросто штурмовщина. В сюжете 1986 года о проблемах Сосновоборского завода автоприцепов, как и повсеместно в тогдашних СМИ, выступлениях чиновников, два ключевых лозунга тех лет – перестройка и ускорение. Тогда признавались лишь отдельные недостатки социально-экономической системы Советского Союза. На исправление которых были направлены кампании «Борьба с нетрудовыми доходами», которая свелась к разгону бабушек на рынках, введение госприемки, демонстрация борьбы с коррупцией. Это позже законодательно будет закреплена свобода слова и начнут критиковать всех и вся. Появится новая мода, новое искусство, а еще будет тотальный дефицит, Чернобыль, кооперативы и сухой закон. Впрочем, об этом в следующих выпусках. Наталья Кечина, Станислав Салтыков, новости ТВК. Партнер проекта – Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский кинограф». Продолжение следует...